а 4 500 до получается ты который кухне есть добрый день дорогие друзья у нас сегодня необычный выпуск мы находимся в солнечном таджикистане сегодня у нас какой день 11 11 ноября ну как вы видите здесь солнечно и тепло находимся в гостях у джамшеда джамшед занимается разведением кроликов и сегодня мы вам покажем кроликов и обязательно покажем как готовят кроликов поехали итак дорогие друзья мы находимся в помещении где джамшед разводит кроликов джамшед скажи мне пожалуйста какие кролики ты разводишь породы калифорнийский порода это как декоративный вот и еще как это мясное направление от калифорнийский евро называется евро почему потому что у него это добро есть вот и еще этот особенность этой породы знаете в чем особенность в том что этот фигмент она термозависимые чем холодные холодные становится тем она ярче и темнее становится летом жару они вообще белым становится вот это не окрас а пигмент в этих это особенно за одна из особенностей этого порода в том что у них это вот этот корочки уши лапы и этот хвост у них это не окрас а пигмент вот этот фигмент термозависимый чем холоднее тем темнее летом слишком жарко а почему ты выбрал именно эту породу ты же вроде разводил и другие породы да я раньше разводил занялся вельгийский великан фланда из-за того что я находил в городе и мне немножко сложность уборгая там занял уход другой а эта порода по уходу а вот эту клетку ты купил или сам смастерил ну короче сделали да сам мастер как я сказал так и он сделан не принялся это промышленный путь до конца это еще не достроена становится вот это перегородка матышник задвижки должно быть но это не до дело не до и до древних лет помещены типа вода подается вот таким образом до системы повинет сделал здесь наливаешь воду и воздух здесь очищается довоза сколько килограммов мяса дает в среднем один кролик если для мяса хорошо то обычно их нужно забывать до 100 120 дней почему потому что энергия роса в них до этого периода до 100 до 120 дней вот в этот период один такой кролик дает 1 или полтора килограмма чистое мясо а так большие особи вот у них это родители весят 5 больше 5 почти до 6 килограмм они летят это мой рабочий самец ему год он в одной здесь родился здесь вырос вы снимали пожалуйста сколько получается 5 200 до примерно 5 230 оно держится на сетке а сколько мясо доведут после если именно ее зарезать то три с половиной дает без проблем ну не селесообразно таких больших резать почему потому что до этого возраста если будешь выраживать и на мясо это расход больше получается с экономической точки зрения не рентабельно то есть нужно раньше до года до трех до четырех максимум до четырех месяцев хорошо если на мясо хочет работать это самка и 8 месяцев чуть поменьше да так 4 так и 8 месяцев она уже успела один раз это до корчат на 4 500 до получается примерно примерно 4 500 сколько лет ты уже занимаешься разведением кроликов с 2008 года до 2008 года это получается в этом классе не только появились первые кролики это была порода когда породах не разбирался а с какими трудностями ты столкнулся когда ты начинал свое дело у меня сперва была один самец шелшила потом к нему я купил еще пару местных белых я сел у них и короче не мог получать от них это кроличат это было связано с том что я в то время был неопытом кролики кроличьих получали они какие-то стрессы они родили и затоптали родили затоптали да вот это первые проблемы потом я с этим проблему это и правда эту проблему я преодолею потом у меня вот когда кроличиха хорошо родила кроличата до такого можно за выросли у них вызывало живот это тоже первая проблема это первая проблема с которым многие начинающих крыльководие сталкивается это из-за того и это из-за этого некачественного корма или из-за травы зеленая трава если даешь сразу то они начинают вздуваться это болезнь как сидел и придется уже звать ветеринара до придется звать ветеринара или это да можно с ним бороться я с ним помолвался обычным йодом до аптечным йодом я начал давать им йод это проблема у меня автоматически отпал то еще я раньше у меня комбикормов не было я раньше держал их на этом да на отходы ты которые в кухне есть картошку очистить вот это на кожуре вот так держал ну такие проблемы случился потом я их ну когда я причине искал в интернете в этом ветеринарах у знакомых спросил причину причина оказывается из-за этого из-за антисанитарии это получается вот я тогда в то время вот этих кожуры я варил в этом специальном костре могу они варились вареный потом туда от рук добавил эту мешанку дала таким образом я прошу наверно более 50 на больше 100 крольчат благополучно а кто-нибудь давал советы когда ты начинал разводить кроликов ну а так ты держусь связь с другими людьми которые разводят я общаюсь с кроликовым тоже из россии из узбекистана и казахстана с ними разговаривает понятно а сейчас вот я этот комбикорм в основном комбикорм составе комбикорма у меня все есть сколько комбикорма в целом они едят в сутки сутки вот 45-дневные на 70 80 грамм до в сутки едят а те большие вот эти большие кролики 150-200 грамм сочи нормам самки которые с маличами с крольчатами естественно не больше едят почти 300 или пол килограмм сутки сейчас у него потому что пустой им тоже надо постоянно сделать прорывка не поставил короче когда ему 40 дней прерывка 45 дней везде делается от вега бика и микс я делаю от это да ассоциированные вакцины от вега бика и миксоматоза вега бика это вирусно-геморрагические болезни кроликов а миксоматоз это другое это же болезнь до 2 коварные болезни которые не шадят вега бика стопроцентный это летание исход а миксоматоза 70 процентов тебе этих болезней обязательно надо нужно сделать хорошо ты зовешь ветеринара или сам занимаешься этим делом кто-то научил или где-то прочитал куда нам в холку колется вот холку или внутримечательно кто-то научил тебя или сам ты научился у сам научился можно сказать это с ютуба видео смотрели там как делает у кого а вообще бывает бывают случаи когда обращаются к тебе за советом люди которые только-только начинают заниматься разведением кроликов и которые начинают какие советы мог бы ты дать тем людям которые планируют выращивать кроликов если хотят чтобы у них все нормально было первое это санитария чтобы кролик всегда держался в чекоте и кролик был нормальный да второй хороший комбикорм давай уже чистая вода и прерывки вовремя сделать и все друзья у джамшеда есть свой канал на ютюбе ссылку оставлю в описании там же будут его контакты если у вас есть какие-то вопросы смело можете обращаться к нему канал если у вас есть какие-нибудь вопросы или вопросы или вам нужны кролики племенные породы калифорнийский евро то смело можете обращаться рад буду вам помочь наливаем масло примерно 400 грамм я так понимаю рецепт простой соль так озера по вкусу до лук добавляем что за приправа мясо мы предварительно замариновали да что нужно для маринада мы использовали лук чеснок уксус и соль все и сколько держим мясо два часа им хватит добавляем мясо разберите красный старый лук 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 Добавляем сливочное масло. Добавляем сливочное масло. Добавляем сливочное масло. Добавляем лук. Добавляем сливочное масло. Добавляем сливочное масло. Добавляем сливочное масло. добавляем зиру Мясо накрываем и огонь убавляем, чтобы мясо становится ярким Накрываем мясо, будем готовить на медленном огне Полчаса будем оставлять, чтобы мясо становится мягким и сочным Итак, крольчатина готова Добавляем сахар Мясо 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 Очень вкусное мясо, мясо легко отделяется не могу точно сказать какой какой вкус у этого мяса отдаленно мне кажется напоминает курицу отдаленно у нас не стоит мне разница безусловно есть но отдаленно напоминает курицу это тоже белое мясо поэтому а вообще это калорийное мясо или диетическое и это что это диетическое мясо у него мясо устраивает усваивается 90 процентов на 90 процентов ну что ж друзья все приготовлено вкусно вообще я считаю что любое мясо которое приготовлено в казане и на костре будет вкусным комментируйте подписывайтесь до новых встреч